Добрый вечер. Вы как-то робко поапланировали. Я так и не знаю. Публика есть в зале? Понятно, что есть. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Все друзья Евгения Мебедева, нашего дорогого Женя. А собрались мы сегодня в очередной раз, потому что он представляет свой очередной альбом, который называется Inner Sphere. Внутренняя сфера. Он издан совершенно недавно. Тираж отпечатан здесь, дома. А потом поедет в ту страну, которая, в общем-то, приглашала Женя с этим проектом. В Швейцарию. Так что у меня сразу, пока я не забыл об этом сказать, рекомендация, приобретите этот альбом. Вот последний по времени альбом, сольный альбом Евгения Лебедева. Это первое. Ну а теперь немножко заметка на полях. Я не буду живо писать биографию Евгения, потому что она есть и в энциклопедиях, и в справочниках, где угодно. В интернете. Но какие-то моменты мне будет вспомнить самому и напомнить вам, потому что они интересны. Я сегодня подумал, когда шел в клуб Алексея Козлова о том, что я впервые увидел Женю в 1999 году на первом московском фестивале юношества. джаза, юношества, детства и юношества, джазовый фестиваль. Ему тогда было 17. Председателем жюри был народный артист Юрий Сергеевич Саульский, президент московского джаз-энгажемента, потом международного джаз-энгажемента. И я подумал о том, что всевидящее око и всеслышащее ухо Юрия Саульского сразу отметил этого скромного худощавого мальчика, который вышел к роялю, сыграл пару стандартов. Все это удивительно понравилось Саульскому. И мне кажется, он один из тех наших великих музыкантов, который подписал путевку Жене Лебедеву в большой джаз. Кстати, в этой путевке есть и другие подписи. Евгения Гречищева, педагога Евгения Лебедева по Московскому областному колледжу искусств, Игоря Бриле, нашего уважаемого народного артиста, профессора, который выпускал Лебедева из стен Российской Академии Музыки имени Гнесина. Там же, я уверен, есть и подписи педагогов колледжа Беркли, который закончил Евгения Лебедева. Об этом очень много можно говорить. Я не собираюсь перечислять все конкурсы, в которых участвовал Женя Лебедев. Да, это и бесполезно. Но что-то у меня осталось, скажем, в памяти очень серьезно и рельефно, потому что будут конкурсы потом в Бельгии, Швейцарии, Великобритании, по всему миру, где выступал Женя в разных составах, с разными музыкантами, с разными программами. Но я запомнил тот самый конкурс, в котором Женя стал на крыло. Это раз. Во-вторых, я хочу вам напомнить, что два года назад состоялся Нью-Йоркский конкурс, который называется Made in USA Competition. На минуточку представьте себе полсотни пианистов джазовых из 47 стран мира. И Евгений Лебедев занимает почетное, престижное второе место на этом форуме. А перед этим была победа в Москве, убедительная. Конкурс первый у нас в стране, конкурс джазовых пианистов, который проходил в Москве. Он уникален. С тех пор второго такого конкурса у нас не было. Я не буду же выписать название фестивалей, в котором принимал участие Женя. Это тоже бесполезно. Соединенные Штаты, Франция, Германия, Англия. Фестиваль бесполезно. Лайана Лархэмптона фестиваль, Ангелл-Вудский фестиваль. Тоже это не все существенно, потому что, ну, человек, который обладает уже мировыми музыкальными мускулами, понятно, это его образ жизни, это фестиваль. Это фестиваль. Но хочу вам сказать вот о чем. И конкурсы, и фестивали для Жени, они не были самоцелью. Скорее, это был строительный материал для самоутверждения и творческого роста. Женя когда-то сделал для себя выводы, которые, может быть, всей своей жизни утверждали такие люди, как Олег Лунстрым, который говорил о том, Олег Леонидович, что если ты сегодня от джаза на шаг, то завтра джаз от тебя на два шага. Или вспомним того же Луи Армсенка, который утверждал для молодых музыкантов особенно, я всю жизнь совершенствовал штрихи, нюансы своего исполнительства, я учился всю жизнь. И мне кажется, вот Женя сделал очень важные для себя выводы, которые он воплощает в своем творчестве. Я лишь буквально штрешками, прежде чем приглашу его на сцену, скажу об этом. Первый очень важный вывод Лебедева состоит в том, я буду заглядывать в свою партитурку, что очень важно изучить все то, что сделано до тебя твоими джазовыми предшественниками, независимо от того, на каком инструменте они самоутверждались. Для чего это нужно? Да чтобы не стать подражателем, чтобы не стать эпигоном, потому что этот путь ведет в тупик. Дальше. Тот вывод, который Женя воплощает в жизни своей, это не мельчить, не растрачивать себя попусту, бегая каждый вечер по клубам от халтурки к халтурке. Иногда играть сырой материал, потому что нет времени, а надо зарабатывать деньги у многих, дети, жены, семьи, проблемы и так далее. У Жени есть чувство перфекциониста. То есть каждый проект должен быть сделан на отлично, от и до, от первой до последней ноты. Вот такой проект, допустим, Волт Трио, где он играл с американским барабанщиком Эли Фишером и израильским контрабасистом Хагай Коэм Мило. Такой проект, сделанный от и до, можно вспомнить, пожалуйста, Open Strings, когда здесь на сцене находился квартет, струнный квартет Московской государственной консерватории. Этот проект был исполнен в проекте Игоря Бутмана в «Триумфе джаза». Этот проект с блеском прошел в Оренбурге на традиционном фестивале имени Юрия Саульского. Это были сделанные от и до проекты. Что еще надо сказать? Он научился быть надежным партнером и ценить партверство на сцене, ценить чувство связки, ансамбля. Кстати, именно на этом выстроен весь джаз. Здесь надо или любить друг друга, уважать, чувствовать, или не выходить на сцену совсем. Я хочу напомнить вам, что партнерами Евгения Лебедева были выдающиеся музыканты современного джаза. Я вспоминаю, когда он был приглашен на фестиваль, посвященный великому радиокомментатору, человеку, которого запустил в радиоорбиту, или на радиоорбиту, наших великих ныне народных артистов, джазменов. Это был Игорь Анян, и Игорь Бриль, и Александр Осейчук, и так далее. И вот тогда Евгений Лебедев в дуэте с саксофонистом Костей Софьяновым представляли молодой джаз России. И думаешь о том, как же много воды утепло с тех пор. Сегодня он на сцене с Джо Лавана, Рэнди Брекером. Я просто теряюсь. Маркуса Миллером и многими-многими другими музыкантами мирового класса выступает как партнер, как человек, который делает джазовую сцену, будучи сам достойным джазовым музыкантом. Вот, собственно, на этом можно бы остановиться, если бы не одно «но». Вот здесь передо мной удивительная вещь. Это стекло, это рамка в стекле. И проект сегодня уникальный еще и в том, что к нам приехала замечательная гостья из Санкт-Петербурга, Вера Леколцева, аниматор по созданию образов на песке. Это только дома нельзя строить на песке. Они рассыпятся. А вот создавать, импровизировать, рисовать образы с помощью этого удивительного инструмента своего таланта и вдохновения можно. И те из вас, кто будет в Питере, не примените, не поленитесь зайти в планетарий, где Вера Леколцева рисует на песке образы, сказки, композиции. Здесь и Золушка, здесь и Белоснежка, и Красавица, и Чудовище. Посмотрите, что она делает на площадке, которая украшает купол, внутренний купол местного планетария. Ведь удивительная работа. Они познакомились на одном из корпоративов и поняли, что джазовую импровизацию, джазовый рояль можно соединить вполне с созданием образов. Образов, которые помогут публике, во-первых, доставить удовольствие столь необычным проектом, а во-вторых, помогут раскрыть какие-то очень яркие индивидуальные черты джазового пианиста. Вот, собственно, и все. Я хочу сказать, что Вера Лекопцева появится, начиная с третьей композиции. Сейчас первые две сыграет Женя Сула. А во-вторых, и в последних, я хочу сказать, что свое трио, оно выступит во втором отделении. Когда я говорил о блестящих партнерах, то своих сегодняшних партнерах Евгений Лебедев представить сам. Не хочу лишать его удовольствия. А сейчас я лишь напомню, что альбом «Внутренняя сфера», если вы хотите успеть его приобрести, сделайте это в антракте. Иначе он, в общем-то, в полном своем наборе уезжает в швей, царь, ленью. Вот, собственно, и все занятки на полях. Мне остается только предложить вам яркие, несмолкающие аплодисменты. И встречаем Евгений Лебедев. Жазовый аплодисмент, композитор и просто замечательный человек. Евгений Лебедев. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Мы открыли наше совместное выступление композиции. Первая композиция, которая подвечала, называлась «Не забудьте о поэте». Она была посвящена пианисту Билу Эвансу. И вторая композиция называлась «Сто два дня». Ну и мы продолжим без объявления. И вторая композиция «Сто два дня». И вторая композиция «Сто два дня». «Сто два дня». «Сто два дня». Субтитры подогнали Симон. 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 Вам тоже понравится, я уверен. Экспозиция называется «Мамина песня». «Мамина песня» 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 «Мамина песня «Мамина песня» «Мамина песня» «Мамина песня» «Мамина песня» Спасибо. 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 Спасибо большое, что вы лопаете. Это всегда приятно. Мы удалимся на небольшой перерыв. Пожалуйста, не уходите. Дальше мы представим программу «Стрио». Спасибо. Еще раз добрый вечер, друзья. Спасибо, что вы лопаете. Спасибо нашему звукорежиссору Алексею Белову, что включил меня. Меня надо было включить иногда. И не скрываем удовольствием представляю своих партнеров. Это Игнат Кравцов, Антон Ревнюк, меня зовут Евгений Леведев. Вместе мы ЛРК «Трио». И мы откроем наше выступление с композицией под названием «С востока на запад». Скоро-непровод для нее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА